Шахматы Шахматы – одна из древнейших игр, дошедшая до нас из глубины веков. И в то же время шахматы – это современная игра, привлекающая все большее число сторонников во всем мире. Игра мудрецов, гимнастика для ума – эти и другие определения отражают уважительное отношение к шахматам многих людей. В некоторых странах шахматы даже стали обязательным школьным предметом. Проводятся такие эксперименты и у нас в стране. Однако интерес к шахматам, желание научиться играть возникает и у дошкольников 5-7-летнего возраста. Потому что по форме организации шахматы – это игра. Фигуры забавны и даже похожи на некоторые привычные игрушки. Они приятны на ощупь и имеют интересные для детей названия. В чем же польза от ранних занятий шахматами? Как известно, ребенок – существо крайне непоседливое и нетерпеливое. Но между тем для многих детских игр необходимо умение сосредотачиваться, доводить начатое дело до конца, да и усидчивые свойства отнюдь не лишние. Знакомство с миром шахмат поможет подготовить разум ребенка к восприятию абстрактных логических категорий, развить память, внимание, мышление. В нашем детском саду, помимо непосредственных занятий по обучению игре в шахматы, мы используем шахматную фигуру и доски на коррекционно развивающих занятиях. Как средство познавательно-речевого развития ребенка. Детям очень нравятся такие упражнения, потому что в них есть элемент новизны. И они с удовольствием выполняют все задания, связанные с шахматными фигурами. И таким образом попутно закрепляют шахматную терминологию. Ребята, посмотрите. В этом мешочке шахматные фигуры. Я хочу, чтобы вы попробовали на ощупь, не глядя, угадать, какая фигура вам попалась. Ну, кончик. Ферзь. Ферзь. Неменочка. Включаю. Ферзь. Тоже ферзь. Молодец. Вот у меня еще мешочек. Я достану сейчас отсюда фигуру. Попробуй нащупать такую же фигуру и достать в этом мешочке. Умница. Молодец. Еще фигуру я достану. Что за фигура? Слон. Поищи слона. Ослан. Молодец. Оля, в этом ряду четыре фигуры. Но только одна из них лишняя. Попробуй догадайся, какая фигура лишняя и почему. Черная пешка, потому что это все белые, а она черная. Тут лишняя черная пешка, потому что все фигуры очень сильные, а пешка нет. Как ты думаешь, какая на шахматной доске лишняя фигура? Пешка лишняя, потому что она слабая. Ребята, посмотрите. В нашем ряду все фигуры стоят правильно. Каждый на своем месте. Я вам сейчас предлагаю на секундочку закрыть глаза. Что изменилось на шахматной доске? Изменили здесь конь и пешка. Они должны были стоять так. А еще изменили здесь король и пешка. У них то же самое. Король должен был стоять чуть пониже пешки, а пешка чуть повыше короля, потому что пешка защищает короля. Что теперь изменилось? Поменялись конь с ферзем, потому что перец должен около короля стать, а конь около ладьи и слона. И еще здесь пропал конь. Я загадала одну фигуру. В названии этой фигуры есть твердый звук лэ, и он стоит в начале слова. Отгадайте, что это за фигура? Твердый звук лэ начинается в слове ладья. А еще я загадала фигуру, где звук лэ стоит в середине слова. Это фигура слон. И там буква лэ стоит в середине слова. Я загадала слово. Это слово начинается на к, окончается на не. Конь. Молодец. Хорошо. А теперь я загадала фигуру, которая начинается на п, окончается на а. Пешка. Каждая клеточка шахматного поля имеет свой адрес. Он состоит из буквы и цифр. Я вам предлагаю увидеть адрес на карточке и найти место фигуры. Поставить ее на поле. А сейчас я загадаю вам загадки. Если в шахматы играешь, то, конечно, это знаешь. Будет лучший результат, если ты поставишь... МАТ. Это есть не поражение, не фиаско и не крах, а всего лишь нападение. Королю объявлен... ШАША. Быть особо защищенным. У него такая роль. Это правило резонное, потому что он... КОРОЛЬ. Хорошо. Обитает не в саване, и не так огромен он, но такое же название у фигуры этой... СЛОН. Он не цокает, конечно, но легко перешагнем через ряд фигур и пешек этим шахматным... КОНЕ. Это правило известное. Короля нам есть нельзя, но свободно можешь есть ты вместо этого... ФИРЗА. Иногда король с ладьёй вместе ходят очень ловко. Шахматисты ход такой называют... РОКИРОВКА. Молодцы! Вы настоящие шахматисты. У вас на доске стоят фигуры. Паша, посчитай, пожалуйста, сколько у нас белых фигур? Один, два, три, четыре, пять. Белых фигур пять. Делчук, попробуй посчитать, сколько у нас чёрных фигур? Один, два, три. Чёрных фигур три. Каких фигур больше, чёрных или белых? Белых. А на сколько их больше? Белых больше. Две фигуры. Перед вами я хочу поставить определённый ряд фигур. С одной стороны, да? Они будут у нас, ребята, чёрного цвета. Поставить такой же ряд, попробовать только из белых фигур. Такой же получился ряд, как и чёрных фигур. Да. На планшете изображена фигура. Попробуйте найти такую же фигуру на доске. Уважаемые родители, я хочу вам сказать, не надо покупать очень дорогих игрушек, которые несут мало познавательных функций, но экономически они очень затратны. На примере обычных шахмат можно организовать ребёнку очень хорошую познавательную деятельность. Хочу сказать, что вот на примере шахмат, который Маша очень стремится, я так понимаю, она даже хочет научиться играть. Но начинать надо с простого. Например, она у меня великолепно сейчас уже может считать фигуры, может выбирать по образцу похожую. Используем мы планшет с фигурами и берём фигуру. Я ей говорю, найди такую же, и она берёт эту фигуру и прикладывает к планшету. Для меня это было открытием, что она смогла соотнести изображение и 3D фигуру, можно сказать. Вот смогла она проанализировать, что можно так сделать. Маша, попробуй отобрать из этих фигур только чёрные. Чёрные. Вот эти. Давай. Маша, а сколько ты фигур поставила чёрные? Один, два, три. А какие фигуры у тебя остались? Вот эти, чёрные. Какие они? Два. Два. А какие они цветом? Потому что они чёрные бывают. Какие они цветом? Жёлтые. Жёлтые. Хорошо. А каких фигур больше? Чёрных или жёлтых? Вот эти, чёрные. Чёрные. Молодец. Вот перед тобой стоят фигуры, да? Да. Видишь? Попробуй среди них найти такую же фигуру. Такую же. Такая же у тебя фигура? Да. Да. Какого она цвета? Жёлтая. Жёлтая. А ещё есть такая же фигура у тебя? Вот эти. Она какого цвета? Чёрная. Посмотри, перед тобой стоят фигуры. А на планшете у меня тоже есть фигура. Попробуй найти мне такую же. Вот эти. Вот это. Какого цвета эта фигура? Попробуй найти эту фигуру. Какого цвета фигура? Чёрная. Чёрная. Молодец. Смотри-ка, Машенька, а найди мне вот такую фигуру. Вот она. Вот она. Молодец. А посмотри ещё. А такая есть фигура? Вот эта. Вот она. А какого цвета все фигуры? Один, два, три. Три. А цвета какого они? Чёрные. Чёрные. Молодец. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова